Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей и своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимаем друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, друзья! В эфире телешоу «Телеактивно». Итак, мы рады представить вам наших участников. Это Саина Борисова, Алина Голокова и Лилиана Беляева. Девушки учатся в 10 классе средней школы номер 38 города Якутска. Здравствуйте, девочки! Очень рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и какой девиз придумали? Наша команда называется «Крутышки», а девиз? Мы как дольки-мандаринки, мы дружны и неделимы. Десятиклассница Саина Борисова в своей родной 38-й школе любит такие предметы, как иностранный язык и литература. И на данный момент покорена произведением Пушкина Евгений Онегин. А еще Саина играет на укулеле и с друзьями обожает аниме. Подружка Саины, Алина Голокова, также из всех школьных предметов предпочитает иностранный язык и утверждает, что дается он ей легко. Мы можем только позавидовать ей. Кроме этого, Алина прекрасно рисует, поэтому настроена на наше задание с рисованием по-боевому. 15-летняя Лилиана Беляева, одноклассница девочек, любит танцевать. А из школьных предметов предпочтение отдает общество знанию и в будущем видит себя в прокуратуре, настроена поступать на юридический. А мы рады приветствовать следующую троицу. Это ученики Саха-гимназии. В нашей студии Джоустан Корнилов, Аяна Лебедева и Айсен Николаев. Все ребята учатся в девятом классе. Очень рада вас видеть таких вот красивых, строгих, почти в одинаковой одежде. Вы, скажите, специально так оделись, да, на нашу программу? Да. Почему? Вот чем руководствовались? Это наша школьная форма? Да, школьная форма. А, здорово. Расскажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и какой девиз придумали? Все, давайте. Наша команда «Черепашки». Наш девиз «Тише едешь, дальше будешь». Девятиклассник Дюустан Корнилов уже решил, кем станет в будущем. Он мечтает стать актером. И этому есть объяснение. Минувшим летом парень сыграл одну из ключевых ролей в фильме «Тимир», который ждем в прокате в следующем году. Дюустан сыграл главного злодея. В фильме он обижал своего одноклассника «Тимира». А чем все закончилось, мы узнаем, когда картина выйдет в прокат. Отличница Аяна Лебедева уже выбрала, по каким предметам она будет сдавать ОГЭ. Это, конечно же, общество знания и физика, по которым у девушки одни пятерки. Ведь она обожает учиться. А свое свободное время Аяна посвящает чтению и кулинарии. А вот Айсен Николаев пока в раздумьях. Какие экзамены ему сдавать весной после девятого класса? Возможно, это будет общество знания, возможно, физика, а возможно и история. Но в чем он точно уверен, так это то, что ему определенно нравится волейбол и баскетбол. А еще он любит печь пироги с разными начинками. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по три вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить в своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли, раскопчатые объяснения товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется встать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их вопросная троица. Первый. Будет задан музыкальный видео вопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий. Будет дано задание стоп-ката. А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных трех вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют два задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из вопросной троицы. Поскольку мы сначала обозначили игру девочек, крутышки, поэтому вопросы школьной программы вначале звучит для вас внимание на экран. Сколько букв в английском алфавите? Так, девочки, которые изучают английский язык, и им он нравится, наверное, быстро ответят на этот вопрос. Так, считают по пальцам. На каждый вопрос дается 45 секунд. Так, противники тоже начали считать по пальцам, но отвечают сейчас крутышки. Вы готовы? Девочки, 38-я школа. Ириана уже давно готова. Наш ответ 24. 24 буквы в английском алфавите. Давайте сверимся с учителем английского языка Международной Арктической Школы. В английском алфавите 26 букв. Две буквы, и вы не заработали очко. Вопросы школьной программы для вас. Команда из Сахагимназии. Какой знак припинания раньше назывался удивная? Что? Знак припинания, русский язык, и знак припинания. Точка, запятая, ослицательный. Вопросы. Вопросы удивная. Удивная. Скорее всего, ослицательный. Вопросы удивная. А, нефти, в принципе, нефти. Восклицательный, скажите. Занято. Ваш ответ. Вы согласны с Сахагом? Восклицательный. Вопросительный. Ну... Или вопросительный. Восклицательный. Вопросительный. Вопросительный. Который показывает удивление. Палочка. Палочка. Палочка и точка. Да. Чтобы мы не запутались, давайте сверимся с учителем русского языка Международной Школы. Удивной называли восклицательный знак. Малорозы, пока гимназия заработала одно очко. Крутышки, крутышки, внимание на экран. Как называется воображаемая линия на земной поверхности, севернее которой можно наблюдать полярное сияние и полярную ночь? Сайна. 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 Любой. Северное полушарие. Давайте сверимся, что нам на это скажет учитель географии. Воображаемая линия, севернее которой можно наблюдать полярное сияние и полярную ночь, называется северный полярный круг. Вы неправильно. Экватор думал. Вы что думали? Экватор. Экватор думали. Ну вот, северный полярный круг, он же тоже есть. Так, и второй вопрос для команды черепашки. Саха-гимназия, внимание на экран. Какую физическую величину измеряет в паскалях? В паскалях. Физика. Очень хорошая реакция у Айсена. Ну, вы проходили? Думай. Паскалях. Паскалях, а с выпутками? Мы обычно проходили. Это мой класс. Это сначала седьмого класса. Самое первое, но я забыл. Первое четвертое. Что-то было, если же не знаю. Сейчас уже в девятом. Мы изучаем силу тяжести. Аяна, может быть, знает. Аяна? А, нет, это нет. Давление. Давление. Давайте сверимся с учителем физики. В паскалях измеряет давление. Браво. Браво. Давление. Да, да, да. Вы угадали, Аяна, или как-то вот все-таки... Нет, не знаю, что-то было. Методом исключения. Давление же P, 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 P. Сомневалась. Да. Ну, молодцы. Черепашки уже два очка заработали. Последний вопрос для крутышек. Внимание на экран. Как называется раздел в геометрии, который изучает объемные фигуры? Стереометрия. Стереометрия. Возражений нет? Нет. Да, мы изучали в начале года. Хорошо, давайте сверимся с учительом математики. Данный раздел называется «Стереометрия». Ура! Молодцы! Один и два. А черепашки бы не ответили на этот вопрос. Это изучается в 10 классе. Вы только начали. Вот запомните. И это повезло, что вопрос достался не вам. И последний вопрос для вас. Внимание на экран. В истории России одним из князей был Олег Вещий. Скажите, пожалуйста, по легенде, от кого принял смерть князь Олег? От змеи. От змеи. Ваш ответ. Это вариант ответа. Ладно. Ваше время истекает. Нужно дать окончательный ответ. Ответит командир команды, наверное. А сколько у нас баллов? У них сколько? У них одно, у вас два. А, мы все равно будем. Ладно, тогда змея. Змея, змея. Тогда змея. Тогда змея. Отлично. Хорошая мотивация. Так, смотрим правильный ответ. По легенде, князь Олег принял смерть от своего коня. А, конец. Девочки, вы знали? Да. Итак, получается, что у нас черепашки заработали два очка, крутышки одно очко, и черепашки становятся у нас командой красных. Можете меняться местами. А крутышки синие. Так, меняйтесь местами, устраивайтесь на диванчике, присаживайтесь. А теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы справились наши горожане. Самый большой орган у человека. Большой орган. Легкие. Легкие. Сердце. Печень. Легкие. Легкие. Толстая кишка. Кожа. 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 Кожа вроде считалась, правильно? Назовите город-государство. Москва. Москва. Город-государство. Москва. Допустим, Москва. Короче, по-моему, Монако или как? Город-государство Ватикан. 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 Где папа римский сидит? Сколько будет 12 в квадрате? 24. 124. Не знаю. Сложно. Так. А? 44. 24. А, не сложно. 12 в квадрате. 144. 144. 144. 12 в квадрате. 144. 144. Сейчас я знаю. 144. 144. 144. Итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первым. И таким образом мы определим, какое задание им достанется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Итак, начинаем. Команда красных. Черепашки кидают кубик. Айсен. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вам рисовать нужно. Да, подходите сначала к нам. Выбирайте любую карточку. Смотрим на желтый фон. Ребятам своим не показываем задание. Отворачиваем карточку. Показываем мне. Ну, вы сами тоже посмотрите. Хорошего рисования. Рисовать нужно вот это. Желаю. Нарисовать. 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 Сколько у меня времени? 45 секунд. Поехали. Гроза. 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 Нет грозы. Нет грозы. Была гроза, потом нет. Была гроза, нет. Гроза ушла. Гроза ушла, нет. Улетела. Гроза закончилась. 10 секунд. Гроза ушла. Она остановилась. А, ушла, пошла, пошла. Гроза пошла. Время. Так рядом, так рядом. Одна гроза прошла. Прошла. Буквально одна буква. Я хотел бы сказать, что. Так, Айсен, конечно, в драме. Драматично садится на диванчик. Ваша фишка не двигается. А теперь команда Крутышек. Крутышке кидает кубик. Посмотрим, сколько, какую цифру кубик покажет. Шесть. Как я вам и говорила, в этом случае свой вопрос задают младшие эксперты нашей программы. Это такая способность, которая есть у всех, но у девочек ее мало, а у мальчиков ее много. Это есть у любого мужика, у кого дерется за свою слону и много тенируется. Это когда что-то поднимают или двигают. У кого больше этого, тот всегда побеждает. Это когда ты теряешься где-то. Это человек, который способен поднимать большие тяжелые предметы. Сила – это когда поднимает человек чужого предметы. Мышцы, которые можно навастить. Ну, так и у любого мужика что это может быть-то? Сила. Сила может быть. Физическая сила. А если они не ответят на этот человек? Нет. Это вопрос. Вы хотите ответить? Да, можно. Сила. Сила? Сила, да, ваш вариант. И абсолютно правильно. Ура! Это сила. Девочки, торжественно двигайте свою фишку. Старт у нас начинается там. Берите свою синюю фишку и шесть шагов вперед. Начинается у нас шествие. Раз, два, три, четыре, пять. И шесть. На зеленую клетку упадает ваша фишка. Вы сделали первый ход. Мы вас поздравляем. Команда красных нужно нагонять. Кидайте кубик. Кто по очереди у нас? Так, Аяна кидает кубик. Один. Опять же рисовать. Внимание. Время. Дрова. Солнце. Что это? Что? Снег. Это трава. Это сверху что? Это солнце? Нет? Пруд. Солнце. В траве лягушка? Лягушка. Что это? Озеро? Вода? Трава. Поле. Поле. Травяное поле. Десять секунд. Открытое поле. Пространство. Берега. Берег большой. Закат. Много травы. Гуща травы. Чаще травы. Время. Время. Ответ? Семена травы. Ай. Вот это, это типа семена. Ну, кстати, вы правильно, мне кажется, начали. Да. Можно было бы так как-то продолжить, что в земле семена. Вы бы догадались? Да. Если бы так показала трава внутри земли. Так. Спасибо, Аяна, за ваш рисунок. Присаживайтесь на диванчик. Ваша фишка, к сожалению, не двигается. И вступает в игру Алина. Команда Крутышки. Кидаем кубик. Четыре. Раз, два, три, четыре. И рисовать. Время, Алина. Человек бегает. Ветает. Мальчик. Мальчик. Ребенок. Мальчик надел футболку. Одевает, мальчик одевается. Мальчик. Содержит. Мальчик одевается на... Мальчик. Мальчик надел. Он надел форму. Для форму. Он надел форму. Он надел одежду. Он, он, он надел... Одевается. Одевается. 10 секунд. Мальчик одевается. Мальчик. Мальчик переоделся. Мальчик пере... Переоделся. Переобывается. Один. Время. Мальчик. Переодевание ребёнка. А ты ребёнку нарисовала? Такая реакция. Ну, Саина рядом прямо были, да, переодевание, переодеваться, да. Ну, сложное на самом деле словосочетание. Переодевание ребёнка, вот как нарисовать. Трудно, да, согласна. Так, команда красных продолжает игру. Джулустан кидает кубик. Побольше, побольше. Опять, опять рисование. И опять рисование. И это рисование. Пошли. Телефон? Труба? Так, телефон. Звоню по телефону, говорите по телефону. Беседа по телефону? Чатится? Так, вообще другой. Яблоко. А, яблоко. Айфон, Самсун. А, почему? Продаю телефоны. Продавец телефонов. Ты продавец телефонов. Продавец телефонов. Мы близко. Как тебе? Продавец? Продавец телефонов. Десять секунд. Нет? Не продавец. Не продавец. Айфон, Самсун и марки. Айфон, Самсун и марки. Марка, 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 Марка. Да, типа Марка, Марка. А, вы имели в виду Марка телефон? А, да. Марка, Марка. Марка имеется в виду другая, которая на пустовые конверты клеится. Это что? Почтовая. 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 А, это поколение такое. А, ладно. Ну, в принципе, команда синих продолжает игру. Лириана кидает кубик. Какое задание вы хотите? Шесть. Вам везет. Раз, два, три, три, пять. Ну, малыши. Первый класс, 29-я школа. Внимание на экран. Это можно построить из пластилина, это можно построить из бетона, можно построить из палок. Это можно построить из чего угодно. Например, там, ну, из камня можно сделать, из глины, там, пластилин есть, там, ну, и всякое прочее есть. Можно сделать из глины или из йода. Это, это сделано из, из такого материала. Человек ее делает, из нее делает другого человека. Это то, что можно слепить из глины, потом поставить это в миле, чтобы люди смотрели. Когда из глины делается человек. Это статуя. Катру, которую сделали очень-очень давно. Это очень-очень давно сделали. Искусство. Создавать из глины изображение человека. Вот так вот. О чем идет речь? Точно не помню. Там же. Скульптура. Скульптура. И, конечно же, это так. Да. Мы молодцы. Торжественно делаем проходку. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Мощно вырвалась команда 38-й школы. Саха-гимназия. Нужно сделать шаг хотя бы один у вас, пока его нету. Начали-то вы. Мощно. Хорошо. Айсен кидает кубик. Какую цифру хотите? Четыре, два, три, четыре. Это объяснять. Время. Так. Кричать. Говори. Кричать. Ага. Орать. Так. Вот это слово, которое ты сказала, вот это тоже. Только в именительном падеже. Самое первое слово. Кричать. Кричит. Кричу. Я кричу. Я кричу. Просто в именительном падеже обычное слово. Крик. Крик. Вот. Правильно. И что у меня? Вот это, как называется? Моя душа. Вот. И это соединительство. Крик души. Крик души. Верно. Айсен кидает вперед. Наконец-то команда. Легкие дни. Кидмашки делали ход. Четыре шага вперед. Но у вас есть шанс. Конечно. Раз. Два. Три. Четыре. Вдруг команда девочек у нас застопорится на этом этапе. И тогда у Сахаги у нас есть шанс вас догнать. Тридцатьвосьмая школа. Давайте. Давайте. Продолжим. Не будем зальгаться. Вы уже рядом. Но имейте в виду девочки. У вас осталось три хода. Если кубик покажет больше, чем три. Нет. Нет. Один шаг. Один шаг. Говорить. Вам нужно объяснять слово. Время. Про родителей обезьян. Макака. Нет. Эволюция. Нет. Про родителей. Кто я? Человек. Человек. Маленький человек. Ребенок. Нужно объяснять словами. Не показывай. Мы объясняем словами. Антоним слова. Высокий. Высокий ребенок. Антоним. Низкий ребенок. По-другому. Маленький ребенок. Первое слово какое было? Человек. Да. Маленький человек. По-другому. Чуть-чуть. Низкий человек. Юный человек. Первое слово. Первое слово остается таким же. Человек. Маленький. Низкий. Маленький. Литл. Время. Время. Ответ какой? Человек маленького роста. О, нет. А, оттон, рост как бы. Да, вот, рост как можно было бы объяснить, да? Раз, интересно. Нет, мы не показываем, можно объяснять словами. Что у меня высоко? Какого это? Какая Алина? Вот, сантиметры, что измеряется, да? В человеке. Все правильно. Так, команда синих пока стоит на месте, команда красных продолжает игру, а Яна кидает кубик. Я тоже можно. Братун богат. Первый. О, так, двигается как раз, два, три, четыре, пять. Пандомима. Время. Ты танцуешь? Коробка большая. Коробка, полка. Полка. Стол. Стул. Цена. А, коробка, открываешь, сюрприз, подарок. Сюрприз, подарок. Так, коробка. Так, что это? Это что? Машина. Бокс, анбоксинг. Мотоцикл. Открываешь, подарок, не знаю, подарок, так, большое что-то, так, что-то мы не поняли. 15 секунд. Открывается. Машина, трактор, мотоцикл. Ключом, ключом открыла, ключом открыла. А, дверь? Эй, машина? Квартира открыла, дверь. 5 секунд. Окно чистишь, что ты чистишь? Что это? Один время. Ответ? Сундук. Сундук. Машина, трактор, сундук. Сундук, да. Что это? Ну, вот такая деревянная штука, раньше в древности была, туда засунули ключ, открывали, там, золото прятали. А я думала, вдруг молодое поколение не знает, что за слово, да? Как показ коллекции марок, не поняли, что за слово. Так, команда крутышка стоит на месте, крутышки продолжают игру, да. Я хочу напомнить, если кубик покажет больше, чем три, у вас осталось три хода. О, нет. В этом случае вы должны справиться с двумя заданиями, да? Алина и Гюбар. И Кеннер. Начинаем. Раз, три. Раз, два, три. Ровно. Такое тоже бывает. Вы должны справиться с одним заданием. Пантомима. Время, Алина. Одно слово. Круг, круг, шар, лепка, глобус, перемешивать, перемешивать. Круг, вращение, крутится. Один. Юла. Шарик, мячик. Окруженность. Окруженность, круг, круг. Геометрия. Люстра. Повесили что-то. Круг. Что? Какая-то часть речи какая? Десять секунд. А как ей показать? Сказать она не сможет. Благодарю. Подлежащие. Чувствительное. Круг, шар, юла, я не знаю. Время. Ответ. Центрифуг. 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 Вы бы не угадали, да? Она написала бы, как уцель. Я бы даже не показал бы это что-то. Вы бы не показали бы. Да, я не знаю, что это следует. Это целое. Опять же, ты как ели. А, ну, я же, я кого-то слова не знаю. Крускому-то колораду. О-о-о-о. Ну, сложно так. Команда Красной продолжает игру. Джоустан бросает. Дядя, надо пять. Да. Работать надо. Да, пять. Ужас. О-о-о. Нормально. Дети уже хороши. Так, малыши объясняют, задают свой вопрос. Это такая игра, к у кого можно пострелять из чего угодно. На пистолет, на лук. Здание, в котором стреляют, в мишени. Это, может быть, в парке. Туда приходят люди и стреляют. Это специальное место, где люди учатся стоять. Это можно там выкладывать игрушку. И если ты попал, тебе дают приз. Чем меньше ты попал, чем меньше приз. И так. Тир. 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 Конечно, конечно, это тир. Шесть шагов вперед. Да, да, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ряда. Дышат в спину. Буквально, да, дышат в спину. Алина. Лилия накидает кубик. Решится судьба сегодняшней игры. Итак, если больше, чем три, нужно будет справиться два задания. Два задания. Два задания. Шесть. Не шесть. Четыре. Два задания. Время. Палка. Труба. Человек. Солдат. Солдат. Военный. Служить. Гаиш. Гулять. Гаиш. Гаишник. Полиция. Полиция. Дубинка. 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 Палка. Как это называется? Бита. Я не помню, как это называется. Палка санкцийского. Я не помню. Дубинка. Пятнадцать секунд. Гаиш. Гаиш. Пять секунд. Ваш ответ. Жезл. Время. Жезл. А ваш ответ? Жезл. Какой ответ? Полный ответ нужно дать. Полный ответ. Полицейский жезл. Все время. Итак, но время, да. Полицейский жезл. Полицейский жезл. Мы не засчитываем это как за правильный ответ, потому что время уже вышло. Время истекло. Ну, полицейский жезл. Но жезлом же ни таких движений не делают полицейские. Ну, они уже поняли. Полицейские могут обидеться. Да, останавливаются. Да, останавливаются. Ну, вот я хотела показать. Исключительно только такой жест. Теперь команда из Саха-гимназии. Давайте. Шестерку. Давай. Подачи. Я шестерку. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Пятерку хотите, да? Пятерку хотят. Пятерку как я. Один. Один. Говорите. Ну, говорите. Говорите, это хорошо. Да. А теперь тоже выбираем карточку. Время. Так. Я еду за рулем куда-то. Допустим, из России в Японию. А, нет. Путешественник. Путешественник. Водитель. Водитель. Да, вот это первое слово. Путешественник. Водитель. Да. Но это действие. Путешествуешь. Водит. Окончание ую. Путешествую. Так. Путешествую по городу. На чем? На машине. А по-другому? По-крутому? На автомобиле. Так, скажите это. Путешествую на автомобиле. Верно. Путеше... А, нет. Девять секунд. Просто имя существительное. Имя существительное. Первое слово. Путешествия. Путешествия на автомобиле. Да, верно. Водитель. Путешествия на автомобиле. Молодцы. Саяна кидает кубик. Саина, пардон. Шесть. Ну, вам тут нужно, опять же, два задания, да, выполнить. Сначала карточку, а потом малыши. Время. Существительное. Готовить. Готовка. Напиток. Компот. Морс. Кисель. Сок. Сок. 15 секунд. Энергетик. Морс, компот, я не знаю. Сок. Сочный. Соль. Время. Время. Ответ. Соковыжималка. Да. Да, это была соковыжималка. Это была соковыжималка. Но время. Время. Ну, что ж такое это, девочки? Вы правильно угадываете, но после. Ты бы показала вот так. Так, ребята. Так, ребята. Сохоти на землю. У вас есть шанс вырваться вперед. И я хочу уже предупредить вас, что если будет кубик покажет больше, чем 4, вам нужно будет выполнить 2 задания. Так. Оооо. Ну, 4. Одно задание. Это пантомима. Время. Дверь. Иду по лестнице. Открыл дверь. Открыл машину. Я еду на машине. Гараж. Машина. Машина. Лодку. Сел на лодку. Зашел на автобус. Сел на автобус. Автобус. Верно. Это автобус. Это автобус. Так, двигайтесь вперед. Маша фишка красного цвета. Раз, два, три, четыре. Ууууууууу. Ребята, и теперь вы становитесь победителями нашей игры. Ученики девятого класса Саха-гимназии получают у нас сертификат на сумму полторы тысячи рублей, который предоставила бургерная вышка. Приятного аппетита. Спасибо. Ребята, подскажите, пожалуйста, вот какое задание вам больше всего понравилось, какой наоборот менее понравилось? наверно либо говорить либо пантомима рисование было проще самое сложное это рисование не повезло и были сложные варианты говорить тоже было легко но там с помощью русского языка мы на английском говорить нельзя было но показ коллекции марок да и действительно сложное словосочетание тем более еще как-то со словом марки вы не разобрали что есть так девочки крутышки самое сложное и самое легкое что вам больше всего понравилось пантомима самое сложное рисование у вас тоже словосочетание переодевание ребенка я согласна тут сложно рисовать словами это как тут объяснишь то и а тем более пантомима да и допустим если это брали словами показывать словами легче наверное пантомима и рисование наверное сложные а самая легкая что вам показала легкая это дети то есть они хорошо объясняют с какого момента вы уже понимаете о чем идет речь ну примерно с какой секунд середины где-то ближе к концу они прям подсказки дают когда они все подсказки обычно они обычно говорят и мы сразу понимаем хорошо тогда будем резать на середине на и волнеет ну что ж дорогие друзья даже самое простое слово довольно таки трудно отгадать учитесь понимать друг друга вместе с нами это была игра теле активно увидимся через неделю пока вы Продолжение следует...